Здравствуйте, с вами Андрей Юндин, это Информбюро, программа Чистых Новостей. И вот под какими грифами сегодняшний день войдет в историю. Гриф учения. Сегодня на территории Ставрополя прошли соревнования среди МЧСовцев со всего Северо-Кавказского округа. Все подробности в сюжете Кристина Ревенко. Гриф последние приготовления. Ставрополь готовится к православной Пасхе. Чиновники хотят порадовать горожан новыми дорогами. Подробности в сюжете Олеся Мереховой. Гриф дождей. Сырая мокрая погода ожидает нас и на выходных. Подробнее в конце программы. Роман Губарев виновен в убийстве восьми человек. Накануне такой вердикт вынес в суд присяжных. Напомним, жестокое преступление произошло в Ставрополе прошлой зимой. В частном доме были обнаружены восемь трупов, среди которых Владимир Слезаев, больше известный в криминальных кругах под кличкой Хан, члены его семьи и прислуга. Спустя сутки после убийства был задержан Роман Губарев, который был в тесных отношениях с местным авторитетом. Как пояснили в Следственном комитете страны, доказательства против мужчины были железными. Он сам показал место, куда выбросил пистолеты Макаровой и где спрятал ювелирные украшения на сумму свыше 8 миллионов рублей. Свою вину подсудимый полностью признавал в начале следствия, но после отказался от своих слов. Окончательный приговор со сроком заключения огласят в скором времени. Гриф «Последние приготовления» все православные христиане ждут заветной ночи. К празднику Пасхи верующие священнослужители постом и молитвами готовились 40 дней. Чиновники тоже готовились, убирали мусор и делали дороги. Легко ли будет добраться до кладбища храмов, расскажет Олеся Мелехова. Дорожные работы на Ставрополе в самом разгаре. Рабочие перешли уже на центральные улицы города. Это второй этап по плану. С самого же начала готовили дороги к Пасхе. В первую очередь проезжие части возле храмов и подъезды к кладбищам. На сегодняшний день все дорожные работы к празднику закончены. Мы успели к Пасхе подготовить те дороги, которые планировали. Основное у нас проведение – это четыре действующих кладбища, вы знаете, в северной части города. Мы готовили улицу Коломийцево, проспект Кулаково участок, готовили улицу Октябрьскую, Макарова. То есть все подъездные дороги на сегодняшний день приведены в порядок. Подъезжать можем по ним спокойно. На остальные кладбища Георгиевская в Ленинском районе тоже подготовлены подъездные дороги. И в Октябрьском районе ко всем трем кладбищам подъезжать сможем спокойно. Для удобства горожан всю ночь будут ходить второй и девятый троллейбусы. Для всех автобусов на выходные конечной остановкой станет новое кладбище. Все маршрутки в северо-западном районе будут пускать в обход через Мемориал Танк. Прямиком до нового кладбища поедут только 12, 13 и 29 маршрутки. Дачные автобусы в эти выходные не будут ходить совсем, кроме 16-го и 18-го. Специально на эти два дня предусмотрели три новых маршрута. Организована работа на новых маршрутах, которых нет в рабочие дни для наших пассажиров. Это маршрут номер 1А от железнодорожного вокзала до нового кладбища. Маршрут номер 9 от улицы Пестеля до нового кладбища через Октябрьский район по улице Лопатина. И маршрут номер 61. Это будут работать пазики для того, чтобы беспересадочно люди могли добраться с района Чапаевки и Ташлы. К Пасхе активно убирали город. Главные улицы просто блестят, но жители города все равно недовольны. Прибордерный час настолько засыпано песком, что пыль, когда все это подсыхает, из-под колес машин достает даже до моего пятого этажа. Татьяна Донцова жалуется. Вид за ее окном напоминает пустыню Сахара. Спокойно вздохнуть можно только после дождя. От машин за окном пыль стоит клубом, а подышать свежим воздухом на балконе – это не прожители Орджоникидзе. Если люди на последних этажах возмущены, то что говорить о соседях снизу? Людмила говорит, от дорожного песка на клумбах не приживаются никакие растения. Каждый год она безуспешно пытается посадить кустарники и надеясь, что хотя бы зеленые насаждения немного облегчат ее жизнь. Пыль настолько стоит, как говорится, огромной волной, что мы не имеем права проветривать наши помещения. Вы понимаете, мы сидим практически без воздуха. В администрации района говорят, все силы бросили на подготовку дорог к Пасхе. До внутриквартальных обещали добраться в самое ближайшее время. Вы знали, знаете, что зима была очень длинная, холодная, снежная. Высыпано было в районе почти 14 тысяч тонн песка. Соответственно, все улицы были грязные. Но сейчас вот мы за две недели очистили центральную часть полностью. То есть, я имею в виду магистральные улицы, большие улицы. Мы очистили в черную, мы очистили все улицы района магистральные. И со следующей недели мы заходим на улицу Роженикидзе, и она будет чистенькая. Где-то в следующий четверг она уже будет чистая. Несмотря на то, что дорожники старались как могли, все же горожанам придется потерпеть. Неудобства будут связаны с ограничением дорожного движения. Практически на сутки полностью перекроют движение по Суворово. 15 апреля, кроме общественного транспорта, движение перекроют на улице Морозова от Пушкина до Артема. На Артема – от Ленина до Держинского. На Пушкина – от Держинского до Морозова. Только общественный транспорт будет ходить и по Карломаркса – от Голенева до проспекта Октябрьской революции. По улице Советской – от Октябрьской революции до Булкина. По Булкина – от Советской до Держинского. И на Октябрьской революции от Держинского до Советской частный транспорт не пустят. Но это ненадолго, а перекроют дороги только на час небольшим, с полтретьего до четырех часов вечера. Потом движение возобновится. Олеся Мерехова, Юрий Корниенко, Николай Попов, Информбюро. Гриф учения, эскореженная машина, два пострадавших и десятки людей в форме. Сегодня в Ставрополе прошли региональные соревнования МЧСовцев со всего Северокавказского округа. Они состязались за звание лучшей команды по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП. Кристина Ревенко оценила готовность спасателей. Желтая машина под названием «Спрут» сегодня была своеобразным подопытным кроликом. Специальный автомобиль, созданный для учений, несколько раз препарировали, делали ему вскрытие и удаляли лишние органы. В роли хирургов выступали сотрудники МЧС. По легенде соревнований водитель и его пассажир в реальности два манекена попали в жуткую аварию. Чтобы вытащить пострадавших, пришлось использовать тяжелую артиллерию, которая разрезает железо на раз-два. Для аварийно-спасательных работ подъем плит и блокировка пострадавших машин. Для всего того, что можно ломать, а не строить. Всего в соревнованиях участвовали семь команд из разных субъектов СКФО. Сначала спасать пострадавших ринулись МЧСовцы из Дагестана. Первым делом они отключили аккумулятор, чтобы в машине не возникло возгорания. После спецтехника перекусили крепление и сняли все двери с автомобиля. Дело дошло и до крыши. Из простой «Волги» вышел вот такой кабриолет. Водителя и пассажира на специальных твердых носилках отнесли к скорой помощи, финальной точке соревнований. Однако результат оказался не самым лучшим. Общее время 18 минут 41 секунда. Плюс этой команде начислили 10 минут штрафного времени за неаккуратное обращение с пострадавшими. Это манекен, а в реальной жизни это живой человек. Пострадавшего не накрыли перед работой инструментом. То есть по логике, если в реальности на него могли попадать определенные конструкции от машины или осколки от сёкол перед тем, как они работают инструментом, они должны обязательно укрыть пострадавшего. Сами дагестанские МЧС-овцы отметили, что могли показать лучший результат. Зато им теперь есть к чему стремиться. Может быть опыта недостаточно. Ну, обещаю, будем. Наверство от упущенной. В следующие соревнования тоже будем участвовать. В следующие соревнования будем надеяться, что будет результат получше. Самый лучший результат в прошлом году показала Ставропольская команда. Наши спасли пострадавших всего за 6 минут. Переплюнуть такой рекорд очень непросто. Победа в региональных соревнованиях весьма существенна. Это возможность представлять федеральный округ на уровне страны. Победители данного этапа будут представлять свои республики. Мы, соответственно, Ставропольский край надеемся на первое место. Потому что два года подряд мы занимали первое место. И будут представлять Ставропольский край, либо республику, кто займет первое место, уже на первенство России. Ожидания местного руководства оправдались. Никому не удалось потеснить с лидирующей позицией ставропольских МЧСовцев. Серебро взяли спасатели из Чечни. Ну а бронза досталась представителям Карачаева Черкесской республики. Кристина Ревенко, Юрий Корниенко, Инфорумбюро. Я смело могу назвать вас своими друзьями и соратниками. Так начал встречу с руководителями общественных организаций инвалидов Ставрополя губернатор Валерий Гаевский. Говорили о самом насущном, что волнует людей с ограниченными возможностями. Краевым правительством принято решение о денежных выплатах, которые теперь зависят только от группы инвалидности. Отменено и требование, которое вынуждало инвалидов каждый год проходить медкомиссию. Создаются новые рабочие места. Самая масштабная проблема, решение которой предстоит найти, это создание безбарьерной среды. Принято политическое решение о том, что мы, так скажем, входим в федеральную программу по доступной среде. Там солидные суммы запланированы федерацией, около 20 с чем-то миллиардов рублей. Конечно, от нас требуют софинансирования. Мы будем находить, потому что каждый рубль, который можно дополнительно получить из федерации, использовать будем, несмотря на то, что они требуют от нас софинансирования. Конечно, бы хотелось сегодня по совету с вами выбрать какие-то наиболее, может быть, серьезные проблемы, которые нужно решать в первую очередь. Выборы были тяжелые, но победа убедительная, и работы предстоит очень много. Депутаты всех уровней, в том числе и наши, краевые, обсуждают недавний отчет будущего президента Владимира Путина о деятельности правительства, которое он возглавлял последние четыре года. Главное, по словам депутата Краевой думы Николая Новопашина, что предстоит сделать и главе государства, и избранным депутатам, это преодолеть напряженности и признаки раскола в обществе, которые возникают от нерешенных социальных проблем. На это заверил депутат, и силы, и возможности есть. Не решили вопрос в больнице какой-то, или отказали человеку в лечении, или не помогли пенсионеру. То есть есть социальная напряженность. Вот сейчас новый депутатский корпус, и тот позыв, который Владимир Ильич Путин сказал в Думе, он говорит об одном. Чтобы те люди, которые сегодня прошли в Думу, они не сидели и писали бумажки, а они конкретно начинали помогать людям и нести социальную работу. Там много было проблем, которые Владимир Ильич Путин сказал о том, что это будем мы решать. И с автопромом, и с авиапромом я слышал, и с экономикой, и с бюджетом. Много было посылов. Но посылы идут постоянно. А мало того, чтобы президент, вот сейчас много говорят, что вот Владимир Ильич Путин такой-сякой. Но его задача, как лидера страны, как лидера партии, делать посылы. А наша задача, людей, которые на местах, выполнять эти задачи. Для того, чтобы люди, которые поверили нам, доверили свои голоса, они могли понимать, что они это сделали не зря, а доверили это надежным людям. Читающая Ставрополь акцию под таким названием в край собирается провести КПРФ. Как она будет проходить, пока только обсуждают. Но главное, заинтересовать молодежь. Поэтому Ставку собираются сделать не на классику, а на современных авторов. По мнению коммунистов, Россия статус самочитающей страны потеряла давно. Начинать возрождение будут именно с нашего региона, но члены местного отделения уверены, идею подхватят и другие. Еще из ближайших планов поддержка единомышленников из Ульяновской области. Коммунисты считают, нельзя позволить войскам НАТО там расположиться. После того, как силы НАТО вступили на землю Афганистана, за время их присутствия в разы увеличилось количество наркотических веществ на территории всего мира. Соответственно, вы понимаете, быть перевалочной базой для тех сил, которые с собой несут вот такое вот зло, это неправильно. Поэтому КПРФ и другие общественные организации, которые поддержали нашу идею, будут в Ульяновске 21 числа проводить акцию. Займ на развитие бизнеса под 4% годовых. Это не промо-акция, не новость из раздела «Фантастика». Татьяна Федорова расскажет, где взять кредит под такой фантастический процент. Снижены ставки по микрозаймам для субъектов малого и среднего бизнеса. Накануне об этом было заявлено в Ставропольском краевом фонде микрофинансирования. Теперь процентная ставка для заемщиков, работающих в восточных районах края и на территории моногородов Буденоск, Невиномыск, Нефтекумск и поселок Солочный Адольск равна 8% годовых. Для инноваторов и новичков эта ставка в два раза меньше – 4%. Для всех остальных заемщиков ставка по микрозаймам до 1 млн. рублей – 9% годовых. Сегодня в выставочном центре «Прогресс» прошел традиционный смотр-конкурс. Представители различной компаний и предприятий города продемонстрировали корпоративную одежду. Мероприятие прошло в рамках выставки «Спецовка охраны труда-2012». Это единственная выставка Юга России, ориентированная на рынок профессиональной специальной корпоративной одежды. Одним из участников конкурса стала группа компаний «Зеленая точка». На данном мероприятии мы выиграли номинацию за креативность идеи. На самом деле наша идея достаточно проста, как и все, что мы делаем в этой компании. Мы используем минимальное количество цветов. Это у нас основные цвета наши – зеленый, белый. То есть мы решили вопрос с корпоративной одеждой достаточно просто. Одежда полностью соответствует бренду компании, а внешний вид стильных, симпатичных и опрятных сотрудниц радует глаз всех клиентов «Зеленой точки». Важный принцип дресс-кода компании – лаконичность. Форма не перегружена обилием деталей и создает целостность и завершенность образа сотрудницы. Впервые компания «Зеленая точка» участвует в таком грандиозном мероприятии. В нашей компании работают молодые и энергичные люди. И сегодня мы хотели показать не только свою форму одежды, но и свои обворожительные улыбки, которые являются главным козырем в нашей работе. «Зеленая точка» – компания с активной и прозрачной позицией. Участие в различных мероприятиях – это не только возможность самореализации для сотрудников. Такой опыт полезен и интересен. Пройдя по подиуму под аплодисменты восхищенных зрителей и получив признание жуи конкурса, девушки с достоинством представили честь своей компании. И переходим к курсам валют. Доллар банки сегодня покупали за 29,25 рубля, продавали за 29,87 рубля. Единый европейский курс покупки – 38,50 рубля, продажи – 39,17 рубля. А вот официальный курс валют установлен Центробанком на завтра. Евро 38,81 рубля, доллар 29,47 рубля. Это были все бизнес-новости на сегодня. Удачным вам выходным! И время поговорить о погоде. Я передаю слово нашим уникальным метео-близняшкам Маше и Даша. Они замечательно смотрятся на зеленом. Здравствуйте! Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территория Краб плюс 7,12. С квадрата Ставрополя и на мыске переменная облачность. Днем 19, вечером 10 градусов выше нуля. В городах Алкасово финальный вход пасмурных возможных остатков. Днем плюс 18, вечером плюс 8. Ветер восточный 6 метров в секунду. Адмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока! Все видео нашей программы лежит на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый круглосуточный канал СТВ плюс в Текалоре. Заходите к нам на сайте stv.rf. Смотрите онлайн. Обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. И обязательно звоните поможем. Телефон нашей Ставропольской редакции 3512. А у меня все. Вы смотрели информбюро. Программа чистых новостей. С вами был Андрей Юндин. Всего хорошего. И не скучайте. Развлечение для всей семьи. Найди свое в новом медиа-центре «Зеленой точки». Только представь целый видеопрокат дома. Тысячи фильмов, сериалов и телепередач ждут в медиатеке «Видимакс». Выбирай любимый жанр и смотри. Медиа-центр «Зеленой точки». Взгляни на развлечение по-новому. Узнай больше. 333-333. Редактор субтитров А.Семкин